Добрый день дорогие друзья, с вами Зидыч и сегодня я подаму важную и интересную тему. Как вы знаете, у нас в игре, как в принципе и во многих, имеется доп-контент. Он выражается в различных картах, миссиях, возможно в каких-то модах, которые изменяют эффекты, звуки и так далее. И честно сказать, этот пользовательский контент, а он действительно создается именно пользователями, а не разработчиками, недооценен. И в пример я могу вам привести даже Warcraft 3. Кто-то может быть помнит эту замечательную игру от Blizzard, но дело даже не в этой стратегии, а в том, что там тоже был дополнительный контент. Там создавались миссии, различные модификации, рождались разные, скажем так, Tower Defense. И одна из как раз существующих ныне популярных игр, Dota, тоже зародилась в Warcraft 3, как обычный мод. Теперь же это перекочевало в отдельную игру, Valve подмяла под себя как раз эту задумку. Взяла разработчика данного мода к себе на работу и все у них замечательно. Сейчас на экране вы видите миссию, которую я скачал с Live War Thunder защита моста. Для защиты можно выбрать любую нацию, от этого и зависит техника, которой вы будете обороняться от вражеского флота. Флотом управляет компьютер, но в принципе можно их заменить и на игроков. Сделать многопользовательский режим из этой миссии не составляет труда. Но суть не в этом, данная миссия просто как пример, что у нас есть большой запас развития. Можно делать все что угодно, комбинировать авиация, флот, танки, сделать как-то совместные миссии, сделать настоящее приключение, которое будет по всей карте. Но это конечно же большой объем работы, но суть в том, что это возможно. Проблема не в этом, а в том, что если мы например хотим в нее поиграть и она не сингловая, а многопользовательская, если мы ее создадим, то в общих сессиях она не будет работать корректно, чтобы множество игроков, которые пришли, например в полигон поиграть в различные миссии, могли бы ее увидеть, зайти и играть вместе с нами. Как это например в том же Warcraft 3, ну или же похожих играх. Вот этого конечно не хватает, но в целом задумка различных карт очень и очень любопытна. Например, посмотрите на эту миссию. Я просто вам объясню описание. Имеются две стороны. Задача каждой украсть флаг другой стороны и соответственно доставить его к себе на базу. Проблема в том, что нельзя стрелять по противнику на его стороне. Все что вы можете, это просто прикрывать укравшего флаг, закрывать своим телом, пока он увозит свой флаг. И соответственно, только когда вы окажетесь на своей половине, вы сможете открыть по противнику огонь. Это реально очень весело. Вот в таких режимах действительно можно побороться, может быть даже увидеть их в каких-то событиях гайзиновских, официальных. Но к сожалению пока что этому не суждено сбыться. Возможно в будущем что-то изменится. Но хоть гайзины иногда и выкатывают пользовательские миссии, нужно дать игрокам создавать сессии со своими событиями, с Life War Thunder, чтобы уже люди сами понимали, что им интересно, что нет. Создать рейтинг в конце концов. И соответственно, например, кто-то из игроков хочет присоединиться к сессии. У него нет этой миссии. И его автоматически кидает по определенной ссылке на Life War Thunder, где он может скачать эту миссию. И соответственно, если она действительно интересна, если в рейтинге она на первых местах, человеку будет интересно ее попробовать. Но у нас ничего подобного нет. Доп-контент у нас, к сожалению, знаете, так сам по себе развивается. И у него нет хорошего освещения. Но конечно есть и доп-контент, который не требует от вас напарника, мультиплеера. То есть здесь могут быть сингловые миссии. Но я честно говорю, мне они не так были бы интересны, как борьба с другими игроками в каких-то новых форматах. Также хочу добавить то, что можно сделать озвучку какую-то интересную, любопытную, с какими-то новыми эффектами. Например, вот здесь, смотрите. Можно сделать эффект, скажем так, огня от двигателя, несколько иной. То есть он уже имеется, его добавили в патче 1.67, но можно сделать его еще больше. Фактически, когда вы, знаете, даете тягу, там прям реально хорошее такое пламя. Тоже очень любопытно. В общем, я хочу сказать, что всему этому недооцененному дополнительному контенту нужно больше движения, больше освещения внутри самого клиента игры. Вот где главная проблема. И также хочу сказать, друзья мои, если вам действительно интересна эта тема, я сделаю свой личный рейтинг самых интересных модов, самых интересных карт. То есть сделаю свою подборку и, возможно, даже на стриме в будущем мы во что-то из этого сыграем. Главное, поддержите данное видео пальцем вверх и, кстати, тоже предлагайте в комментах свои моды, которые уже попробовали, какие-то карты, какие-то режимы. Будет интересно, возможно, газины посмотрят это видео и тоже сделают какие-то выводы. Всего вам самого лучшего, друзья, и увидимся в ближайшее время. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok